Добрый день, уважаемые читатели «Спорт.юэй». В рамках наших веб-конференций у нас сегодня в гостях Андрей Новиков, глава комитета национальных футзальных сборных Украины. Тема беседы – выступление национальной сборной Украины с молодежной командой. Ну и немножко затронем состояние каких-то текущих дел. Прежде всего хотел поблагодарить читателей «Спорт.юэй», которые прислали вопросы Андрею Станиславовичу. Ну и вас, Андрей Станиславович, за то, что согласились стать гостем нашей конференции. Сразу перейдем к вопросам. Я их немножко отсортировал по тематике. Ну и начнем с того, читатели интересуются вами, насколько вы полномочны говорить о сборной. То есть затронем немножко. Вы глава комитета национальных сборных. Вот вопрос тут идет в сравнении с тем комитетом сборных, который возглавляет Мирон Маркевич, который там по большому футболу. Немножко могли бы сказать о функциях комитета национальных сборных, именно футзала? Во-первых, добрый день. Во-вторых, тоже спасибо за вопросы, которые задали. Очень интересно было их почитать, что интересует и так далее. Буду отвечать на первый вопрос по поводу комитета. Во-первых, я не лично выдвигал свою кандидатуру. Это было коллегиальное решение ассоциации. И если читатели понимают, то, что было летом 2014 года, когда Енакис прекратил существование, и мне сделали предложение возглавить комитет, как бы остаться в футзале, я был благодарен всей, скажем так, ассоциации, руководству, исполкому за то, что это предложили. А что касается моих футбольных навыков, лицензий и так далее, быть главой комитета не обязательно быть спортсменом, футболистом, тренером. Я больше управленец, у меня в команде есть такие люди. Больше десяти лет играл, да? 14. 14 лет. Так что говорить о том, что стаж... Ну, понятно, что я человек, как бы, больше функционер, чем футболист, или чем тренер, но управлять, руководить, как-то организовывать процессы, опыт большой, и поэтому мне сделали предложение, причем голосовали за кандидатуру единогласно, это была большая честь, и я ее принял, собрал команду в комитет, есть там... Ну, какие задачи Ассоциация возложила на этот комитет решать? Ну, тут не столько подбор игроков, просмотр, а, наверное, вопросы связаны с организацией жизнедеятельности сборной. Да, какие-то вот именно из опыта своей 14-летней работы это и организация, и медицинское обслуживание, и, скажем так, логистические даже моменты, как лучше прилететь, как лучше поселиться, где, как, за какой период. В Украине, за границей. Абсолютно, тут и, опять-таки, в Украине коммуникации остались во всех областях, и, ну, не могу сказать, но, грубо говоря, там какой-то спортивный авторитет все-таки присутствует, который помогал там решение вопросов там на уровне там тех же губернаторов или там министерства спорта, чтобы где-то какие-то коммуникации более гладко проходили. мы знаем, что не всегда так с кондачка получается, поэтому поэтому и возглавил. Так что тут немножко читатели вовозобуждения, комитет футбол, там свои задачи ставятся, футбольная сборная немножко свои задачи. Разные функции, да, то есть у нас как бы комитет, в котором есть люди, там есть Косенко, есть Ласенко, то есть у каждого свое, то есть Косенко отвечает за подбор игроков, это главный тренер, то есть он конкретно формирует команды, там сейчас вот молодежку там пригласили Адерова, то есть вот тоже вошел в комитет, то есть да, да, поэтому вот к ним же нет претензий, что они там не футбольные или у них нет лицензии, они там их получили, получают там, то есть понятно, ну тогда перейдем сразу к главной теме оценка итога выступления сборной Украины, но тут есть конкретные вопросы, как ассоциация футзала Украины оценивает выступление сборной Украины, ну первое мнение, как по мне, провал, вот наш вылет в 1-8 финале, можно именно вот этим сильным словом назвать провал, существуют какие-то другие формулировки, неудача, там, здесь можно считать? опять-таки, с 14-летней истории, выигрывает всегда команда, проигрывает тренер, и я смотрел вопросы, что уже все, Косенко, вы все виноваты, начнем говорить, да, начнем говорить, за то, что провал, не провал, я бы сказал по-другому, а что мы ожидали? да, мы ставили задачу выйти в полуфинал, такая вот задача, могу ответить, что я со мной общался, но было откровенное мнение, что нам дальше 1-8 будет очень сложно выйти, задачу ставили такую дерзкую выйти в полуфинал, то есть, обыграть Аргентину, побороться с итальянцами, как оказалось, с Египтом надо было бороться, а не с итальянцами, и попасть в полуфинал, ну, считать как провал, ну, начну, скажем так, с официальной части, исполкома ассоциации по результатам выступления еще не было, насколько я знаю, в ноябре будет, да, и какое решение примет исполком удовлетворительное, провал, крах, или там положительное выступление, это уже будет решать исполком, опять-таки, господин Владыка будет присутствовать на исполкоме ФФУ, где тоже мы подняли вопрос по отчету выступления на чемпионате мира, он тоже еще не состоялся, поэтому вот официального признания провалом или удачей я не могу, обычно такие органы, личное мнение, да, я тоже ожидал большего, хотелось больше, но тут опять-таки много факторов, фактор того, что, ну, как всегда, все начинается с финансов, вот эти вот там перелеты, вот эти вот организационные моменты, ну, и скажу честно, там, чемпионат мира в Колумбии, учитывая то, что побывали во многих европейских и мировых первенствах, уровень такой вот гораздо-гораздо ниже среднего получился, чисто с точки зрения организации, но, плюс ко всему, подтянули, если читатели знают, подтянули, чемпионат мира сместили ближе к лету, по просьбе бразильцев, колумбийцев, у которых в разгар чемпионаты, у нас, мы провели сколько там, два тура, ну, пусть там еще суперкубок сыграли, если на чемпионате мира в основном команды, которые, основная тенденция на то, что игроки индивидуально сильны, которые там всегда обграют один в один, мы брали чем? Брали тем, что у нас командный дух и физика, да, а физики мы еще не набрали, после лета два тура, то есть, ну, тут вот эти все моменты, это я думаю, Антон Николаевич, лучше пригласить Александра Петровича Косенко, который расскажет в тонкости, чего там не хватило, то есть, я вот именно как функционер понимаю, что мы организовали перед поездкой спарринги с итальянцами, с турбинцами, с турбинцами, с турбинцами, вопросов не было не таких, спаррингами обеспечены, своевременно прибыли, за благовременно, нашли финансирование для того, чтобы не за день приехать до игры и так далее, потому что, насколько я знаю, там вот это досрочное, там только за 4 дня уже идет за счет FIFA, а до этого прилетай хоть за полгода и живи там, да? ресурсы нашли, чтобы выполнить все, ну там была проблема, я же говорю, что просидели во Франкфурте длительное время, ну это с проблемами международного значения, там заблокировали аэропорт, ну тоже, как бы, можно и это считать, что где-то там отразилось, ну 10 дней прошло, все такое. Ну удовлетворительными, обычно исполкомы дают оценки, удовлетворительные, не удовлетворительные. Я думаю, что признают удовлетворительным. Удовлетворительные? Я думаю, да. Но с группы-то мы вышли. Ну, все познается в сравнении, обычно вот мы в 2008 году, там второй групповой этап, 4 года назад до 4 финала дошли, тут 1-8, уже как бы шаг назад. Уже это все сравнение познается. Ну, хорошо, ваше мнение понятное, это самое. Тогда более конкретно вопрос идет, почему сборная слабо сыграла с Мазанией. А в Бразилии, как бы, априори не обсуждался, да, как-то, уже мы заранее проиграли этот матч еще до поездки, хотя видим, что футболисты старались, и, как казалось, лучшую группу оказались. расскажут, да, так вот, у нас установка была, и опять-таки, знаете, такой максимализм президента, когда Сергей Васильевич, там, вот, ну, не могу назвать это установкой, поэтому главный тренер проводит, а президент, такой, скажем так, в беседе неформальной, футболистам говорил, один раз там напряглись, бразильцев накрыли, и мы там в чуху пошли, и вот получилось, что вот, вот эти вдохновения президента, они даже больше сыграли роль на то, что вот именно лучший матч, это действительно первый матч с бразильцами и получился, что он был не такой, что мы там отсиживались в обороне, и создали много моментов, и где-то там преуспевали в ударах, и так далее, ну, немножко там, конечно, не везло, может быть, не фартило, но именно по самоотдаче, по самой игре была лучшая игра. Почему Мазальби и крали? Казалось бы, 50-ка... Вот тут возвращаюсь к вопросу номер один. что у меня нет тренерских лицензий, у меня нет футбольного образования, и поэтому обсуждать вот все эти нюансы... Чисто внешне, наверное, опять-таки, не выглядело так сборно ярко, как мы бы, наверное, хотели, да? Завязалась борьба, нервы какие-то пошли. В голову угла оставилась победа, ну да, то, что вот как-то нервы красные, да, да, то есть, вот почему оно так получилось, ну, не могу сказать, как бы, не было сомнения, что мы возьмем необходимые три очка, почему они дались такой ценой, но это уже будем, будет отчет Косенко, будем тоже ему задавать эти вопросы. тут еще можно задать вопрос, он, наверное, логичный, но, опять же, я говорил вначале, что многие говорили, что решающий будет матч с Аргентиной, то есть, вся подготовка должна была выстроена, наверное, так, чтобы наша сборная набрала именно к матчу к Аргентине, было там, проиграли в Бразилии, не страшно, эти две сборные мы в любом состоянии должны были, то есть, именно должны были к матчу с Аргентиной пойти на невероятном уровне готовности, а этого почему-то не получилось. и по матчу с Аргентиной тоже вопрос неоднозначный. Почему не получилось, но тоже, тоже сказать, почему, вот, я же говорю, не хватило именно функциональной подготовки, времени, что футболисты еще после лета, после сборов еще не набрали той спортивной тенденции, ну, спортивного тонуса такого, чтобы весь матч как-то отыграть, установки, что не было, держим результат, там, на удержание счета, там, до пенолей, там, то есть, такого же никто не говорил, а вот, не хватило, именно реально Аргентинов прессинги, мы не можем выйти с прессинга, перешли над эти закидухи, длинные передачи, Коля зацепиться не может, ничего не получается, и все время на отбой, на отбой, на отбой, да, конечно, Иваняк там отражал все, что мог, тоже вот, думаешь, а что не вышел, Женя там, из ворота стоял на линии, да, он все время так делает, это уже, Дима Сорокин, но тоже, я понимаю, что парень там, вы, наверное, читали его интервью, да, на пульсе 200, и тут вот вообще с таким опытом, ну, вы знаете, этот самый, так что теперь, хоронить Сорокина, ну, это футбол, лучший футболист, я просто вставлю, я готовый с нашей встречи, не поленился, вчера пересмотрел еще раз, матч Аргентина уже, 4 часа его смотрел, двух деталей, то есть, если посмотреть по технико-тактическим действиям, по ударам, там мы даже по первому тайму были сильнее аргентинцев, передачи, длинные ошибки, то есть, если со стороны, вот мы в чем, мы большую часть времени мы проиграли во владении мячом, причем значительно, то есть, большую часть матча мы играли без мяча, и, не знаю, вы согласитесь со мной или нет, что мы этот матч могли не проиграть, но выиграть мы его не могли, мы, это только каким-то... Не за что было выигрывать, даже нечем было выигрывать. именно таких моментов, которые могли бы там сказать, что да, вот там где-то не повезло, там или еще что-либо, да, но, опять-таки, возвращаясь к началу этого вопроса, что не было же установки, что мы играем на отбой. Так как говорят футболисты, не было действительно. Аргентина реально выглядела, вернее, получилась сильнее, чемпион мира, как потом оказалось. Индивидуально там нечего скрывать, сильные футболисты, они и в чемпионате Испании, Италии играют. Ну, а у нас тоже за счет индивидуализма, вот Петя Шатурма там выскочил, буквально перед чемпионатом сломался, уже на тренировках, там на последней. Сейчас по комплектации поговорим, как раз плавно перейдем. Вот, удовлетворены тем, как была укомплектована сборная Украины, и, ну, результат опять же, вот по комплектации. Получается, уже как бы не первый турнир, у нас, что, начинается матч, а у нас выпадает, Шатурмы не было, а вся некая дисквалифицированная, Белоцерковец не до конца, Барсук не готова по комплектации, и мы, получилось, вышли на решающий матч. По комплектации, по комплектации сборной, есть какие-то вопросы? вот здесь тоже, там я читал тоже вопросы о том, что... все ли сильнейшие поехали? опять-таки, нет, там был такой каверзный вопрос, сейчас решается ли там, типа, проплатил денег, есть ли футболисты сборной, тут я сразу могу ответить, что если бы это решалось таким образом, то точно с Веридовой Роси поехали бы в Аргентин. Продолжается ли практика для попадания? А как оказывается, была такая практика, странно было услышать. Была такая практика? Ну, продолжается ли практика для попадания в сборную нести? Наверное, что она была, получается, раньше? я не буду это обсуждать, во-первых, я не был главой комитет, не давал, но был вице-президентом ассоциации, ну, я не буду сейчас это обсуждать, потому что я не давал, я не брал, поэтому не про меня, а вот в ответ я же говорю, что... Но все ли сильнейшие? Сверидов Роси, как бы, не по ним тоже, не посторонние мне футболисты, да, как бы близкие, тем более Роси вернулся в Украину, и он мне звонил, говорит, Станиславич, помогите с клубом, потому что хочу вернуться в Украину, хочу попробовать, да, сборная и так далее, но, вот, ответ даже по Роси, вот сразу по Роси, по комплектации, да, то есть, вот смотрите, два тура, летом Костенко реально посещал учебно-тренировочные сборы клубов, был на спаррингах, на турнирах, там, в Одессе и так далее, то есть, он смог посмотреть игроков, их функциональное состояние, там, тонус, ну, грубо говоря, там, до чемпионата, но два тура чемпионата недостаточно, чтобы понять, что на сегодняшний день, там, Сорокин лучше Рося, или там, Сверидов лучше Шатурмин, да, да, то есть, вот тут просто по наитию, потому, вот, как игрался прошлый сезон, то есть, понимая, что от футболиста можно ждать, плюс ко всему, вот, именно недостаток, ну, то, что сдвинули чемпионат, там, с декабря, с ноября, сдвинули на октябрь месяц, это, конечно, сажало отрицать, у нас, у нас, получается, что Александр Косенко ориентировался на тех футболистов, с которыми он работал, прошел цикл, да, и он посмотрел, что вроде бы, как, чего, ну, а тут же получилось, да, что Коля еще не, Белоцерковец, Шатурма сломался, какие у нас там еще моменты? Ну, Арсенников был дисковинфицирован на Аргентину, да, это вообще, и Барсук ничем реально не помог на этом турнире, тоже многие высказывают спорное мнение, особенно по этой кандидатуре, и я, наверное, с ними соглашусь, парень из кляжного футбола. Я не в клубе, не сейчас в комитете, то есть, есть Косенко, есть Легчанов, которые, как бы, формируют команду, у них там видение, как бы функции футболистов на поле, то есть, тактика, да? Тактика, то есть, он уж может быть там хороший футболист, но под него надо там что-то ломать, а у него своя как-то схема, структура игры, поэтому, ну, и вот в ответ там, почему Рой Сверидов, я же говорю, что это просто не до... Рой только приехал с белорусского чемпионата, еще там, не было времени Косенко посмотреть на него, как он здесь, а воспоминания того, как мы были, скажите... 90-е годы? Не-не-не, не 90-е годы, вот Испания, в Марбелле. А, студенческий чемпионат, да. У него не в Марбелле, в этот Антекере. Ну, район, я не знаю, да, в Малаге. Возле Малаги. Да, и то есть, там, как бы, Косенко... Были Роси, Сверидова. Роси, нет, Роси Разуванов были, Сверидова не было, он что-то или сломался, но неважно, и вот тогда, как бы, Роси не показал того, что от него ждал, квалифицировался там, матча на 3D. Что от него ждал Косенко, это тоже, то есть, не посмотрел футболиста, но воспоминания где-то там, в каких-то там файлах головного мозга есть вот эти вот отрицательные моменты, но все же, как бы, в комплексе рассматривается. Сверидов тоже, я знаю, что у него была травма, может быть, он к тому времени еще не набрал, почему Косенко не увидел. это я так, за двоих футболистов, но у нас реально были встречи, то есть, вот была наборка, там, 40 футболистов, там, 30, 25, 24, а потом, надо же уже давать данные, и, опять-таки, чемпионат начался, а мы уже должны были оформлять визы, подавать, расширенный список, и так далее. Да, вот этот момент я хотел, наверное, для читателя остается в тени, но мы все прекрасно знаем, в какой стране, и нам, допустим, даже в Польше, нужны визы, а этот самый... Чтобы их получить, это надо там, за месяц раньше. Заранее. А у нас чемпионат еще не начался, а мы уже должны подать списки. Итальянские, итальянцы, испанцы могут там повезти неограниченное количество футболистов, кого-то отправить домой. А нам колумбийскую визу, она вообще... Так колумбийскую визу еще и получить ее в Польше? Еще и в Польше делать. То есть, в самой Колумбии это проблемы визы, наверное, как-то вот организаторы принимают решения, но они им не знакомы такие проблемы. А нам за два месяца надо заниматься. Кемпионат, да, вот когда он стартанул, 11 числа, по-моему, да, да, да. А мы, если не ошибаюсь, в первых числах августа вот уже конечное решение по составу принимали. Было известно всех 14. Да, потому что надо было все это и подать данные, подать паспорта и все это. К сожалению, тут получается, что одна из причин, тоже, кстати, мы очень сильно этим завязаны и нет возможности там оформлять 20 виз, а потом кого-то отсеивать в последний момент. Тут сложный вот этот момент организация. Видите ли вы игроков, которые могут усилить, играют в других чемпионатах в Беларуси, в Польше, Бондарь сверкает, десятками голов забивает. Или все-таки вот те уровень чемпионатов в Беларуси и в Польше он все-таки ниже. Хотя сейчас, наверное, уже... Я опять-таки вернусь к тому, что есть главный тренер, его помощник, который комплектует, скажем так, потенциальных членов сборной команды и навязывать свое мнение, если бы это было как бы практиковалось, то это было бы неправильно. Я этого не делал никогда в клубе и сейчас тоже не делаю. вижу ли. Но вот сейчас у нас есть в планах попробовать еще такую сборную номер два. Пока есть время и мы хотим сейчас даже спарринги развести. То есть, в одну сборную вот опять-таки там Роось, там вот Разуванов сейчас выпал с собой, мы Разуванова подтянуть, все-таки он молодой, перспективный игрок из иностранных чемпионатов, ну вот Валенко же брали мы с собой. По Польше, по Белоруссии. Ну, в Польше сейчас вообще семь человек играет и там... Да и в Белоруссии достаточное количество. я говорю, что я глава комитета, я не буду навязывать Косенко какие-то кадры. Ну, есть у Александра Петровича такое, что вот кто в чемпионате Украины, как бы, у него больше желания именно привлекать сборную игроков, которые играют в чемпионате Украины, потому что легионеры... тот же Разуванов в сильном чемпионате играет все-таки. Да, ну вот поэтому и хотим сейчас попробовать разбрасываться такие футболисты у нас, к сожалению, не такое время, что в наших сильных чемпионатах играют. Там штучный товар, скажем. Да, но тоже тот же самый вот легионеры, я не знаю, как относятся там поляки-белорусы, но спарринги, которые там не в окнах УЕФА или ФИФА, подтянуть там того же Разуванова или как россияне там у них чемпионат, у них там 5-10-е. Это только на окна УЕФА надо. Да, и получается, что мы можем посмотреть, как бы какой Разуванов, только в официальном матче, а это не всегда удобно. Ну, Разуванов, неважно, Бондарь там или, я не знаю, там Хурсов с Белоруссией, грубо говоря, это я так образно говорю. Но те, которые в Украине, мы можем уже сами тут лавировать временем и где-то попробовать посмотреть какой-то спарринг, турнир сделать, чтобы посмотреть футболистов. А там этого не получится, и вы просто не вызвали. Ну, все жестко, да, и за границей вызвать это все по часам регламентированное. По часам, плюс ко всему, если это, я же говорю, там, это опять-таки финансы, перелеты, там, ставят жесткое время, что это не просто на поезде отправить, тем более, Вова, там, в Удмуртию, или... чтобы он вовремя прибыл. Да, приходится его отправлять самолетами и так далее, чуть ли не космическими кораблями и все опять-таки приходит к финансам. такой вопрос, вот тут все равно, вот вы немножко коснули, что выигрывает команда, проигрывает тренер, и тут речь, вопрос прямую задают, и вы, как руководитель комитета, может, свое мнение скажете. Ну, зачитаю вопросы, не пора ли отправить главного тренера. Ну, это наше, что есть, то есть. Не пора ли отправить главного тренера в отставку, по сути, за его спиной, как тренера побед не так много, пусть наберется опыта, потом уже тренирует, авантюрно выглядело на значение, и можно ли привлечь на иностранных специалистов. Давайте разделим два вопроса. Александр Петрович проработал два с половиной года. Он назначен был где-то в июне 2014 года. 14, да. То есть у него было три таких турнира. Студенческий чемпионат, первая проба, пера чемпионат, отборочный цикл, чемпионат мира Европы 2016 года, который наша команда группу с блеском в Венгрии выиграла, очень непростой турнир. Четверфинал, в Сербии, все знают, две десятых секунды не хватило нам даже, чтобы это в основном время. И вот фактически эти турниры. Ваше мнение, тут могут быть разные, я немножко еще продолжу тему, что не одним мы вылетели в восьмое финало, да, вот испанцы проиграли в одно и четвертое финало, что-то я не читал в испанской прессе, чтобы его отдать. Роберто Минникелли, итальянцы вообще... Извините, он выиграл чемпионат Европы, сейчас вылетел, да, теперь его надо выгнать, или кто его пригласил. Я могу представить, чтобы у нас в Украине было, если бы мы в восьмой, восьмой, в одной восьмой финала не в Аргентине проиграли, а в Египте. Мозамбику, да? Нет, как Египту, как сборная Италии, да, где мы, а где Италия, но что-то Минникелли тоже. Нет, так тут тоже надо еще рассказать, мы проиграли аргентинцам, во-первых, чемпионы Южной Америки, во-вторых, они стали чемпионами мира, да, тоже такой фактор, Анатолий Николаевич, поэтому насколько ваше мнение, как руководителя комитета, который тоже будет иметь вес на исполкоме, продолжит ли, если продолжить, все-таки за два с половиной года он какой-то уже опыт и жизненный, и работы со сборной, недочеты были однозначно, какие-то они есть, и в управлении команды они высказываются там, и, ну, тем не менее, он вот эту уже мясорубку прошел, все-таки ваше мнение. Ну, мое личное мнение, я на исполкоме не буду поднимать вопрос о недоверии Косенко, мы будем продолжать с Александром Петровичем, опять-таки, избирался он коллегиально, я не знаю, там, что там пишут, там, как-то там, что-то, не помню, ту ли, кумовство, что-то такое, ну, где-то я там читал вопрос, что тут, как Косенко. Авантюрно выглядело его назначение. где-то, ну, я не понимаю, авантюрно, не так много людей, не так много заслуженных мастеров спорта, опять-таки, у него есть лицензии, у него есть образование, причем, красные дипломы и красные аттестаты, то есть, кто считает, что это там, как бы, не образован, учится постоянно. просто, да, и выдвигать там сейчас какой-нибудь там вопрос о снятии, я могу тоже рассматривать это как и в Генакинце, что, опять-таки, виноват тренер, надо тренера менять, там, 10 побед, все, отлично, тренер, красавчик, тут только проиграли, значит, только проиграли, все, тренер плохой, надо тренера снимать, и, тут же тоже стоит вопрос, альтернатива, да, давайте поменяем тренера, поменяем на кого, я сразу привлечу к второму, хорошо, к иностранному специалисту, давайте создадим фонд на создание, вернее, на приглашение иностранного специалиста, ну, иностранный специалист, это там, 5 тысяч долларов, евро, как минимум в месяц, на месяц пригласить, чтобы он провел турнир, это неправильно, надо, чтобы он поработал сезон со сборной, правильно, сезон, ну, это сколько будет там, 60 тысяч евро, ну, я не хочу озвучивать, но сумму, которую мы, получили на чемпионат мира в Колумбию, гораздо меньше, она была в прессе, 40 тысяч долларов, сборная Украины, как участник, это из-за того, получила, но их получила не футзальная сборная, а, наверное, федерация футбола Украины, которая и отправила сборную, ну, вот посчитайте, 40 тысяч на всю сборную, на чемпионат мира, или мы возьмем одного иностранного специалиста, еще плюс ко всему, который приедет и скажет, я буду раз в неделю летать домой, поэтому у меня еще рейсы, и так далее, и так далее, и так далее, но, либо привезет сюда семью, и там, снимите мне в Киеве, да еще какой-нибудь пентхаус, ну, тут все упирается в финансы, найдите финансы, 100 тысяч евро в год, найдите, мы привозим, там, ну, у кого он, Марко Кармонов, с Барселоны свободен, сейчас, и, кстати, еще никакой гарантии Марко Кармонов не даст, вот, для примера, сборную Венгрии, которую мы обыгрываем, где-то в Калуио, там, Сито Ривера уже 3 года испанил, и плотно прихватил испанский, венгерский, Словакий, которым мы 2-1, 7-1 работал, Марко Сангула, который сейчас дьер, то есть, никаких, допустим, я недавно был на турнире в Гумене, там, разговаривал с руководителем, поляки категорически сказали, что мы будем только своим, какие есть результаты, своих тренеров надо растить, иностранцы попробовали, никаких гарантий не дают, мне вот интересно еще, плюс финансы, почему нет вопросов о том, чтобы, о натурализации каких-нибудь испанцев, или бразильцев, вот почему никто не задал такой вопрос, мне просто интересно, как вот читатели относятся к тому же, когда поднимался вопрос вассуры натурализации, а сейчас уже в Азербайджане, ему все равно, где играть, абсолютно, я за другое, что просто-напросто, вот возьми, там, казахи, россияне, да, то есть, кто там на первых ролях, на первых скрипках, азербайджанцы, ну, они там, как бы, высоко не поднимаются, ну, четверть финал вышли, ну, да, четверть финал вышли, а вот, просто мне интересно, почему не было такого вопроса, а там, как читатели, там, не задавали, можно натурализировать, если они поиграли у нас в чемпионате, а у нас в чемпионате не играют, почему, потому что там будет вопрос, состояние экстралигии, да, вот, вот и рассказать, поэтому, ну, ваше мнение, понятно, что еще тут можно, вот такой вопрос, который мы из тех не затронули, кто, кроме ФФУ, финансировал поиску на чемпионат мира, можно, открыть этот момент, ну, без цифр, без цифр, но у ряд частных лиц, да, которые неравнодушны к судьбе, абсолютно, да, да, партнеры какие-то, федерации, ассоциации футзала, да, да, потому что, опять же, мы с вами говорили, что нужно было, сборная прилетела в Колумбию 31, да, а чемпионат 11, то есть, как минимум, 7-8 дней сборной надо было жить за свой счет, ну, на этом мне лицензия не нужна, поэтому я как бы находил каких-то ребят, заинтересовал их там, объяснял надобности и так далее, которые неравнодушны, то есть, это тоже одна из функций главы комитета, скажем так. Ну, а вот мы затрагивали этот вопрос сборных, и в частности, друзей, мы в этом году выпали, впервые не участвовали в студенческий чемпионат по футзалу, и, как бы, вот эта цепочка, которая подготовки, немножко нарушена, все-таки, вот комитет считает, что, вот через два года, я, правда, не знаю, где он будет чемпионат, но, все-таки, наверное, вот этот сбой, который был, он... Да, согласен, обсуждали, и считаем это негативным моментом, который надо исправить, и вернуться к этому обязательно. Ну, и в плане, вы говорили, сдвинутый чемпионат, тут, наверное, вот Александр Косенко получил хороший опыт, потому что я уже смотрел в интернете, следующий чемпионат будет тоже в Японии, ну, вроде бы в Японии, пока еще не точно, но вроде бы, тогда-то его стоят точно такие, там где-то 26 сентября, 11 октября. Это не только Косенко, это и мы тоже, как ассоциация, тоже приняло это к сведению, и уже будем смотреть тот сезон, менять это начало наших чемпионатов, чтобы можно было правильнее, извините за слово, комплектовать сборную. Если посмотреть опыт европейских чемпионатов, мы будем брать только те, которые странно участвовали, но фактически только дни россияне начали чемпионат, там 5 августа, испанцы начали уже после чемпионата, итальянцы после чемпионата, и тут тоже спор, но россияне... Поэтому результата и не добились. Россияне дошли, ну может быть нам тогда стоит чемпионат в августе начать, тот, который будет 2020 года, и тут должна именно, я знаю, что очень ассоциация даже продавила вот этот, хотя бы два тура сыграть, и то стоило со стороны клубов, была жесткая позиция, а может быть тут, как говорится, и власть употребить ассоциации, что ли? Так, я же за что говорю, что придется употреблять власть, и действительно начинать раньше, чтобы потом не отвечать на эти... Абсолютно. И не только мне, но и главному тренеру. Ну это диктует условия, которые выдвигает FIFA и UEFA, их надо будет под них подстраиваться, и действительно менять, чуть-чуть уговаривать клубы, или переламывать клубы за счет власти. Да. Ну, надеюсь, что наши читатели получили вот связанные со сборной основные вопросы, и тут есть еще ряд вопросов других. Я хотел бы вот в тему сборной, хочу, чтобы читатели знали, что уже юноши будут, мы еще юноши будут, будет, юноши обязательно, тут у меня стоит в плане вопросов, уже по тому, как они поступали, ну, наверное, это не ваше... Про энергию? Про энергию, да. Я хочу сказать, вот, я прочитал этот вопрос, но я... В чем причина, опять же, это слово, провал энергии? Ну, причина провал энергии, ну, извините, где я, где энергия, да, но считаю, что... Скорее, господину Легчанову надо было принимать решение либо ехать в помощь Косенко, либо оставаться в клубе. И я думаю, что он не так, что там пришел, хлопнул дверью и улетел. Наверное, ж были какие-то беседы с руководством клуба, с командой. Какая-то замена, да. То есть, я не думаю, что это вот с кондачка, и поэтому неудачное выступление энергии вешать на то, что Легчанов отсутствовал на чемпионате мира, но это... Присутствие. Присутствие. Наверняка было обосновано. То есть, что-то, какие-то замены, то есть, может быть, он там, извините, конспект написал, оставил там кому-то, чтобы проводили так-то-так-то тренировки, но здесь, конечно, зона ответственности вся на Легчанове, потому что он ехал, я жарю, что я не думаю, что он втихаря уехал и так далее. Руководство его отпустило. Мне просто удалось там один комментарий, вы не знаете, читали, не читали, что у нас есть как бы шеф, все пропало, смешивать в кучу. Чемпионат мира неудачный, энергия вылетела. Но тут, наверное, надо разделить сборную отдельно. 100%. А неудачное выступление энергии в основном раунде, это отдельно. Есть менеджмент клуба, руководство президента, они должны для себя проанализировать, что было не сделано. Легчанова и из клуба наверняка был санкционирован клубом, а в то же самое время, если бы Легчанов приехал в сборную, то есть это и от него должна была быть инициатива, что, извините, ребята, у меня там есть клуб, да, найдите, пожалуйста, замену помощника и так далее. Мы бы, естественно, быстро отреагировали. Отказа со стороны Легчанова не было, у нас не было проблем, мы поэтому ничего не решали. Получили на выходе то, что получили, мало того, что не вышли. И сейчас винить сборную или ассоциацию, или главу комитета, это как-то неправильно абсолютно. Тем более обидно, что в родном городе при своем болельщике команда так неудачно высказывает. Это вывод и, наверное, на будущее и самой энергии и тем командам, которые станут чемпионами, следующими чемпионами, что Кубок УФА это очень серьезный турнир, команда все к нему очень серьезно готовит, там очень сильная. Да, и не хотелось бы к нему надо готовиться, там уже даже Косово играет в элитном раунде и Гамбург Пантерс, который в прошлом году Локомотив в 6-0 загнал. Да, с самолета футзал видел, да. Да, сейчас они этот сам. Юношеские команды, тут, к сожалению, не только один вопрос задали, он касался, Роман Ковальчик неоднократно доказывал, что умеет работать с молодежной, возможно ли у возвращения в систему тренерского цеха ассоциаций? Нет, немного... Возможно. Если так вопрос ставить, то... Давайте, вот, совсем недавно было создано и принимало участие в Кубке Львовщины команда У-19. неплохо выстрелил. Да, занял третье место, здорово для этого. Я нашел время, посмотрел все три мать, все эти матчи, которые он сыграл, есть хорошие ребята, как оказалось. Как оказалось, да. И которые при работе с опытным... А Виталий Одегов известный футболист, и уже тоже он работает над образованием. Естественно, единственное, что он как бы не работал с командой. Недостаток, опять же. Задача создания этой команды, давайте озвучим, кто не в курсе. И дальнейший, естественно, вопрос, а что дальше с этой командой, с кем не играть, как жить, как руководитель комитета, можете сказать? О задачах создания вот этой команды У-19 и перспективы ее на ближайшее будущее. Может, не является это разумом? Создали, сыграли, и до следующего, извините, Кубка Львовщины. Но не до следующего Кубка Львовщины, а следующая Олимпиада уже будет проводиться... В 18-м агру. Правильно. Будет проводиться юношеские, уже юношеские, ну, юношеские Олимпийские игры по футзалу. Поэтому мы уже смотрим на это, и тут даже не столько Ю-19, как уже надо смотреть Ю-17. Вот для этого было создано, для этого сейчас пригласили Одегова, там тоже были вопросы такие, почему он, почему у них кто-то другой, но, опять-таки, человек футзальный у нас, сколько у нас, три или четыре человека, которые Кубок Чемпионов держали в руках, футзальный. Ну, да, Виталий Дегов опыт невероятный, он поиграл в чемпионате России, вис синара, других комбатах. Поэтому говорить, что там тоже, опять там, какое-то там непонятное назначение, но самый главный фактор, я скажу так по секрету даже, ну, не то, что по секрету, вот, мы разговаривали со многими ребятами, потенциальными кандидатами на эту должность. Дело в том, что мы не видим молодежь, но, как правило, в экстралии уже более старшие играют, а вот молодежь где-то там на периферии, какие-то там мелкие турниры и так далее. Поэтому, его работа заключается в том, чтобы ездить, искать, смотреть, он ездит сейчас. вот он один, который сказал, да, я буду ездить, всюду буду смотреть, я готовлю, не буду говорить, но к одному человеку, которого мы первого посчитали, мы обратились, он говорит, там у меня куча детей, у меня семья, я вот, грубо говоря, никуда ездить, не вот если здесь, да, пожалуйста, я готов, но вот ехать там туда-сюда, там все бросить, кататься, я не готов. Поэтому, вот это было, скажу точно, что не с кондачка, не так, что там посмотрели в потолок, или, я не знаю, пальцем в небо, это было осознанное решение, не только комитета, можно сказать, исполкома федерации, и, честно говоря, я общался с ребятами, ну, с футболистами, они, юношеские, да, они в восторге, то есть, как он проводит тренировки, как во время матча себя ведет, то есть, они говорят, очень интересно, то есть, дай бог, чтобы у нас получилось. Перспективы, вот, на ближайшие полгода, самый главный вопрос, с кем играть? И как отрывать их от клубов, потому что они все задействованы, у нас такой уровень, ну, опять же, я сравниваю с другими странами, там, в высших дивизионах играют сильнейшие, а юноши играют в юношеских чемпионатах, а у нас юноши играют и в командах экстралии, мы их оттуда выдергиваем. Сейчас, есть ли какие-то планы? Я думаю, это 29 ноября, если получится продавить, ну, продавить, опять-таки, я там, прошу прощения за слэм, привык просто так разговаривать иногда решение о том, что будут 8 сборных европейских, которые будут между собой играть такой а-ля турнир, вместо Кубка Содружества, который проводился в России, да, да, что вроде бы Кубок стал, ну, он изжил себя, по большому футболу, а финансирование осталось, и это финансирование хотят пустить на такой типа Кубок Содружества только по футзалу, и вот мы хотим, и уже есть понимание там, и испанцев, и итальянцев, и россиян, ну, и нас в том числе, чтобы этот Кубок Содружества представляли две сборные, основная и Ю, вот, 29 ноября, 28 или 29 ноября, комитет УЕФА, и мы хотим на этом комитете как бы это узаконить, потому что необходимы окна, вот, чтобы можно было дергать с клубов и так далее, поэтому вот, вот такие планы есть, потому что и Испания, и Италия, и Россия, и мы в том числе все вместе понимаем, что, ну, надо где-то молодежь обкатать, чтобы на Олимпиаду вести, чтобы эти показательные Олимпийские игры не получилось так, чтобы соответствовали уровню, соответствовали уровню, чтобы был какой-то рейтинг, и чтобы показательное начало футзала в Олимпиаде не оказалось похоронами, вот, поэтому работа сейчас ведется, но опять-таки прорабатываем спарринг, есть предложение, но Гранды, мы приедем, ну, я же не буду рассказывать, это знаешь, мы приедем, только дайте нам там билеты оплатите, там, гостиницы оплатите, там, то сделайте, все сделайте, то есть, вы имеете ввиду из таких стран, пристоп, да, сейчас вот приглашает Китай, тоже, цифра большая насчет перелета, вот, если сейчас все получится с этим самым, финансированием, то тоже полетим двумя сборными, но я могу еще подкинуть идею в плане направления работы, что этот самый, я говорил уже, месяц назад ездил в Словакию, там турнир был четырех сборных в Венгрии, так вот, в следующем году турнир этот будет в Мишкальце, и у них есть идея, как бы, чтобы один год привлекать какую-то другую сборную, то есть, допустим, там, нестабильным от этим составом, которым они уже 13 лет играют, а там, допустим, на следующий год выпали чехи, и вместо него кого-то пригласить, может быть, вот выйти организаторов, мы сейчас были, когда на жеребьевке тоже обсуждали спарринги, что будет за жеребьевку, нет, я имею ввиду по спаррингам тоже, мы не просто так приехали, будет еще это, я за другой, я сейчас не за жеребьевку конкретно, а за то, что мы вот при встречах с европейскими командами, поднимали вопрос молодежи, то есть, мы не просто там пожеребьковались и уехали, а просто разговаривали там и с голландцами, и с казахами, и, господи, с теми же хорватами, потому что, ну, пусть по итогам это было, да, и то есть, то есть, это чувствуется, что и в других странах есть заинтересованные с этим, конечно, ну, пожелаем, чтобы это не останавливалось, и вот не было, это самое главное, это источник, потому что не было разума, не будет этого, потому что мы будем сидеть и считать на пальцах, кто у нас, какую сборную, я уже озвучивал и в интервью, и вы, наверное, читали, средний возраст нашей сборной был на чемпионате 29,2, это, наверное, уже многовато, что вспоминать, эхо, и, ну, то есть, уже вопрос, вопрос обновления сборной, уже он стучится в дверь, и так достаточно громко, занимаемся сейчас тоже этим вопросом, я же говорю, создаем, создаем, вернее, обновленную сборную номер 2, и потом вот на этом фоне будем смотреть, ну, естественно, Ю-19, а тогда же даже Ю-17, сейчас очень много внимания это будем уделять. Хорошо, тогда немножко уже вопросы от сборных, уже подходим мы к завершению, Одесса, в Одессе был матч плей-офф в апреле и марте, я помню, сейчас, в апреле, да, одесситы интересуются, ближайшая перспектива Одессы принять матчи сборной, и тоже интересный вопрос задали, вот паркет, который купила сборная к этой самой, где он лежит, не приходит ли он, что, я отвечу, это амортизация его, самые элементарные вопросы, по поводу Одессы, для того, чтобы, вот, к примеру, принять там отборочные, надо, как минимум, четыре раздевалки и судейские раздевалки, там такого нет, судейской воды нет, то есть, ну, чисто инфраструктура, то есть, тут ничего личного, как говорится, да, к Одессе, хороший город, хороший город, море, опять-таки, да, да, то есть, немного несоответствия зала, его надо привезти, ну, то есть, было вести, до уровня, для двух команд, это еще, для двух команд, да, если там принимать турнир, надо четыре раздевалки, это требование, ну, то есть, не соответствует требованиям, МуИФА, не подходит зал, вот, если Одесса, отреагирует правильно, сделает какие-то изменения, то почему нет, ну, в обоиме, покрытие, пожалуйста, кстати, всем региональным ассоциациям, разосланы письма о том, что мы готовы, бесплатно, предоставить это покрытие, на любой турнир, на любое мероприятие, в любую точку Украины, бесплатно, абсолютно, единственное, что транспорт, за счет того, кто будет, в Киеве находится, транспорт, и монтаж, а там, ну, что с ним случится, если там сыграют какие-то официальные матчи, турниры, там где-нибудь, я не знаю, там в сумах, а вечером там студенты побегают, там в 9 вечера, то есть, проблем это не будет, он не сотрется, то есть, мы бесплатно, абсолютно, предоставим, единственное, что транспортировка, за счет того, кто транспортировка, монтаж, тот, кто хочет его использовать, пусть обращаются в ассоциацию, то есть, это вполне можно взять под какие-то турниры, да? Абсолютно, и мы это озвучили региональным ассоциациям, да, то есть, он приобретен, но это же не для того, чтобы там, но я как разладыка, там жонглировали вечерами, лежал, да, и просто, ну, и, естественно, у вас как президента инакиевца, не хочу говорить, там бывшего, не бывшего, наверное, бывших президентов инакиевца, не понимаю, юридический клуб, жил, да, просто шнур, футболистам надо играть, сочетаются вопросы, есть ли у вас планы хотя бы в далекой перспективе возродить инакиевец, и есть ли у вас желание создать команду, вывести ее на серьезный уровень, возможно, в Киеве, наверное, скучаете по вот этому рутину, которая... Ну, вот я к самому первому вопросу вернусь, вот представьте мое состояние, когда я вынужден был распустить футболистов, то есть клуб, как юридическое лицо, просто продолжает существовать, футболистов отпустить, и мне сделали предложение остаться в футзале, и я должен был отказаться, когда мне там, я не знаю, 100 человек проголосовали за меня, ну да, может быть, опыта нет, но все мы учимся, и под войск, и Косенко, и Новика. каждый день нужно учиться. Нет, у меня есть интерес, я даже думал в первую лигу в этом сезоне попробовать, но чуть-чуть поздно пришли к этому, и, так сказать, не хотелось просто рубить там дрова на ходу, хотя уже я и переговорил по молодежи там с Юрием Михайловичем, Шацким, Залякевичем, есть планы, но не в Киеве, а в Донецкой области, есть планы по строительству зала, возможно, это может быть, следующий год, первая лига, может быть, я воспользуюсь своим правом вернуться, как Енатис, но я не буду пока озвучивать ни город, ни сейчас, но планы есть, то есть, это, скажем так, болезнь, она хроническая, она не лечится, сидит эта заноза, да, 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 и поэтому вот это, этого наркотика, когда каждую неделю тур не хватает, абсолютно не хватает, и есть уже у меня единомышленники, которые сейчас играют там, скажем так, перевернство Киева, там, еще какие-то турниры, и они там, какие-то кубки выиграют, там, на местном уровне, то есть, им интересно, я вижу, что они загорелись, и если... дай бог, будем только рады, если вы на этом... Складшину пойдем, то я думаю, что... И на этом уровне, если вернетесь, будет здорово. Ну, последний вопрос, вот на прошлой неделе, вместе с президентом Ассоциации Сергея Владыка, были на жеребьевке чемпионаты Европы, наши соперники, Хорватия, Бельгия, победитель группы Джейч, там, Черногория, как бы задача однозначно будет стоять с первого места, но мне интересна реакция соперников, бельгийцы, у них, наверное, уже на нас аллергия, да? Вообще, что не турнир, то ли дворочный, то ли... Еще для полного счастья Венровна, тут не хватало. Я помню, как зовут главного тренера, что вечно с сигарами... А он уже ж не главный тренер. А, он уже нет, ну, был просто какой-то новенький мужичок, поэтому он таких эмоций не выдавал, я думаю, что если бы был главный тренер, то он бы эти сигары начал бы не курить, а есть просто... Я он полгода назад оставил сборную тренер-другой сейчас, но, наверное, в них... Ну, с Хорватой мы побеседовали, но у них были вопросы относительно места проведения, я могу сказать, такой вопрос был, мы приложим максимум усилий, чтобы этот турнир, в отборочные игры прошли непосредственно в Киеве и в Адвардсе спорта. Шансы очень велики. Ну, у меня как раз и был последний вопрос. Да, да, то есть, вот сейчас рассматриваем именно проведение это первая декада, ну, первые числа, там, апреля, я точно не помню сейчас. Да, там 3-е, 16-е, там разбросы. Ну, первая половина апреля, я надеюсь, что мы такие продавим это все, чтобы в Адвардсе спорта осилим, да, что мы осилим и этот отборочный турнир пройдет непосредственно в Киеве, по крайней мере, такие планы есть. Ну, вот здорово, я представляю, какой тут ажиотаж будет. Да, сейчас вот сказали, там, некоторые сборные говорят о том, что хорваты там очень-очень хорошие, то есть придется с ними, конечно. Да нет, ну, все соперники, бельгийцы сделают выводы, там пришли. Ну, а кто-таки тут, сейчас, вон, Гибралтар, мы что-то знаем об этой сборной, сейчас приедет вся Бразилия Анатолий Николаевич. скорее всего, так это самое, либо Черноголя, либо Швеция, Гибралтару тяжеловато будет, хотя и у них дома, либо, я больше там, скажем, на чернохорцев, но шведы тоже умеют играть. И самый уже последний вопрос, чемпионат Европы остался в прошлом, и уже, как бы, жизнь дальше продолжается. Международные окна, я знаю, 1-2 ноября уже будут сборной играть, в декабре международное окно, в январе будет. Планы какие-то есть у сборной, с кем все-таки товарищеские матчи играть до отборочного турнира, который бы в апреле. Играть их обязательно-то нужно. Есть уже какие-то наметки, может быть, на этой жеребьевке удалось с кем-то договориться о спаррингах, можете? Мы обсудили... 1-2 ноября уже не за горами, наверное, мы уже ни с кем не играем, да? Да. В декабре. У нас, вот в декабре сейчас идет решение по поводу выезда в Китай, договорились с голландцами, и есть предложение от Испании. К ним опять приехали? Да. Они ехать не хотят, а если они будут ехать, то это очень... У них очень жесткий чемпионат, они там играют. Да, да. причем там вот эти вот все турнирчики, когда действительно жесткие чемпионаты, вот им выезды, вот чемпионат, да, а вот это все... Есть чемпионат Европы, да, там, пожалуйста, а вот турниры... Никогда не играют, вспоминая последнее наше... Никаких поблажек. В пятницу, субботу у них был тур, а в понедельник, вторник они уже с нами играли, им лететь нереально. То есть пока из реальных вы назвали перспективу... Вы из Испании спарринг с голландцами и приглашение Китая, ну сейчас идут переговоры, просто они как бы у них там есть, скажите, призовой фонд, мы им предлагаем не призовой фонд, а оплату нам перелета, скажем так. Ну это такие внутренние моменты. И так тоже далековато. А Япония? А Япония... Ближе? Еще дальше. Ну, нарушение такое, а хочется попробовать именно там немножко сборную Нью. Вот, в таком плане. Хорошо, Сергей Станиславович. Вот так, нормально. Андрей Станиславович. Ну, Станислав Александрович, да? Нет, нет. Меня так называют иногда. Да, Андрей Станиславович, большое спасибо, что вы ответили на вопрос. Я не знаю, насколько удовлетворены, но в меру своей компетенции Андрей Станиславович дал ответы на вопросы. Итоги, перспективы молодежные, клубы и сборная. Жизнь продолжается. Получили хороший урок. Все, кто сопричастен, это самое руководство, сборные, главные тренеры. Я приглашаю всех, футболисты, дай бог, киеве, чтобы мы очередную путевку на Европу завоевали. Чемпионат Европы в 2008 году будет в Словении, отборочный турнир в начале апреля. А потом всех пригласим в Словению, да. Спасибо всем, кто смотрел нас. Спасибо вам, Андрей Станиславович. Спасибо за вопросы. До свидания. Спасибо.